алё меня надеюсь нормально слышно всем привет друзья возможно это последнее видео в этом году а может и нет это не стандартное видео для нашего общего формата и всего так как я очень давно не делал обзоров но мне это нравится и я хотел бы сделать по кайфу расскажу предысторию появились очень хорошие люди с которыми я познакомился через степана пообщавшись я узнал о неком бренде под названием индивид ребята если вы смотрите меня вам огромный привет заговорив этом бренде я в общем-то остался под впечатлением и спустя несколько дней мне подарили вещь от этого бренда я был уроки я сначала растерялся и не понял общить ну типа мне дают вещи я такой ну да классная крутая и я такой сижу типа а чё дальше я не понял что мне ее подарили после этого и такой типа вау но сначала я не придал должного значения типа да крутая но потом когда я пришел домой посмотрелся в зеркало я понял что это просто шедевр по-другому я не смогу сделать комплимент данной вещи потому что это шедевр это одна из всех вещей которые были в моем гардеробе которая завоевала мое сердце и это это те самые вещи пацаны все поймете из разряда которые тебе максимально понравились и настолько сильно что ты и занасываешь просто до усрачки и тебе она нравится и я вроде как борюсь с тем чтобы ее не носить каждый день но я на нее смотрю когда открываешь капит вы думал хочется надеть но потом такой так санек все успокаиваемся чуть надо обождать вспышку и можно уже будет надевать типа хоть другие вещи из горды робота на день начнем издалека расскажу что такое бренд индивид знаю я о нем немного но ребята мне уже успели рассказать поэтому поверхностные знания у меня есть это очень крутая компания которая очень трепетно и тщательно относится к своим вещам она дает гарантии на них на самом деле это не обзор просто я под впечатлением и мне очень нравится то что у нас в россии есть ребята которые делают настолько классные вещи и они специализируются конкретно на всяких принтах вышивках разных тематических мультфильмов фильмов а японских аниме от его чем их огромный плюс к знаешь это просто это вообще мне когда рассказали я просто выпал все принты и вышивки которые есть на их одежде они согласованы с теми кто придумал и или иные мультфильмы фильмы и аниме то есть расскажу про кофту которая появилась у меня вот она тут изображен значок спайдермена черного паука эта коллекция приурочена именно к этому мультфильму и у них есть полное согласие с представителями этого фильма мультфильм вообще всей вот этой вселенной на то что они могут официально делать эту вышивку они как какие-то там китайцы в на алиэкспрессе которые это делают просто предлогом фейка российский бренд который добился такого уровня взрыв башки просто и все что у них есть товарах как мне рассказали опять же это все легально это все под подписаны договора из-за которых они могут официально использовать все принты классная кстати история что вот мне понравилось секунду думаю так тебе будет ее лучше видно у них есть мерч который вот недавно видел с мухаммедом али и чтобы понимали эта компания позвонила сыну мухаммеда али чтобы им одобрили оформление на одежде его отца просто я не в жизни не не видел такого это круто мужики вам за это респект если смотрите видео давай уже больше от балабольство перейдем конкретно к вещи которая появилась у меня но такой худи принтом спайдермена конкретно тут черный паучок чем мне она понравилась прежде чем мы перейдем более детальному обзору первое самое это понятное дело вышивки как я успел уже поизучать данные бренды и посмотрел именно эту кофту на качество скажу так ей три года и три года ее так или иначе маломальски носили за три года я не видел на ней ни одной нитки которая могла расплестись ни одной это качество не только вышивки но и качество самой одежды потому что за три года сохранить так цвет это довольно таки сложно и порой даже самые топовые бренды не могут сказать и фасон но то как сделано это кофта ну что я надену ее на себя и детально расскажу что это за вещь так ну что давай начнем наверное сначала сдалека в общем как она сидит на мне собственно это чистая sm она очень классно сидит мимо дальнейшего как бы здесь все более менее базово резиночки и манжетики остальное это да это классика но здесь есть еще нечто большее как по мне тут который впит капюшон то есть здесь нет варианта что ты можешь его снять и просто ходить он у тебя всегда болтается вот здесь вот перед лицом с одной стороны плюс с другой стороны минус то что он всегда у тебя здесь закрывает ну как бы порой хочется чтобы у тебя горло было открыто дышала и так далее но может быть жарко или еще что-то очень спорный момент как бы тут а в кустах не судят я лично вообще насчет этого не жалуюсь мне очень нравится как бы и без этого и как это работает работает это как-то примерно вот так конечно через эту штуку не очень удобно говорить потому что она прям хорошенько так стягивает а лицо но все же это кстати к примеру того что вещь за три года сохранила свои качества за три тысячи рублей вроде как она тогда стоила я уточню цены и постараюсь себе оставить ее здесь и как бы вообще что чтоб ты понимал вот это это вышибка назови хоть один бренд который настолько сильно запаривался над качеством своей одежды это общем это именно тот стиль в одежде который мне очень нравится во первых я люблю принты расскажу немного про свои чувства к этой копте почему она мне нравится хотя казалось бы там знаешь 20 лет там casual стиль те должно нравиться абсолютно другое где патч на левом плече и так далее но пацаны я не придерживаюсь конкретно какого-то стиля я люблю все мне нравится и классика и база и англия и вообще все абсолютно это не волнует меня поэтому это кофта это любовь я очень люблю разные мерчи принты вышивки и вот такие вот особенно штуки как на здесь как на горле это вообще сногсшибательно для меня это выглядит очень сильно круто и необычно это прям завораживает меня и как бы такая такую вещь я бы себе купил гардероб сто процентов если бы я знал о ней раньше за три тысячи это просто нонсенс что я не фанат какого-то определенного стиля и поэтому кофта это мне очень нравится я любитель подобного люблю балахончики всякие принты вышивки и кстати из деталей что забыл упомянуть это это вышивка на спине вышивка их логотипа индивид на самом деле в наше время люди которые бегают по секундам они есть нормальные есть те кто сходят с ума и думают углу а на самом деле покупают порой что не стоит от тех денег допустим приведу пример вот я постоянно негодую этим это бренд себе компании не знаю с чем это связано но все вещи которые попадали ко мне в руки они были уже заношены они очень быстро выходили из строя зацепы либо же приноски они очень сильно марались они протирались и я говорю это не просто по какой-то одной двум вещам у меня было достаточно вещей этого бренда и я не понимаю как за это можно платить такие деньги начнем наверное самого простого что у меня было это soft shell себе компания просто обычный софт но носил его относительно немного буквально на выходе у меня было раза три-четыре а так как я человек который очень любит одежду он я отношусь не очень трепетно я стараюсь чтобы меня никто не трогал за нее не дергал ничего вообще стараюсь ни к чему не прикасаться и за три выхода там уже начали на манжетах образовываются такие засаленности и потертости слову я нормально моюсь как такое может происходить на одежде который ты надеваешь всего три раза там за несколько недель я не знаю в итоге продал потому что произошел тот же самый случай что она начала изнашиваться я такой что вообще я заплатил что-то около порядка десяти тысяч я купила бушный но в отличном состоянии и как бы я получаю такое я не говорю уже про какие-то базовые худаки с линзами на капюшоне это вообще для меня отдельная тема половые тряпки их называют так потому что сколько у меня их было они все были максимально ужасные по качеству потертые продырявлены я не знаю как их носили до этого когда-нибудь я куплю обязательно новую вещь и сделаю на нее обзор и сделаем чисто конкретный тест драйв чтобы понять вообще что это такое и из чего она сделана теперь давай перейдем к итогам этого года все расскажу что появилось что пропало что добавилось и так далее так как скорее всего это видео последнее в этом году потому что очень много работы предстоит по итогам этого года могу сказать то что из какого-то хаотичного пацаненка мы стали конкретными мужиками которые теперь четко знают что они делают раньше я снимал все подряд и пытался из этого лепить хоть какие-то видео а тем самым не замечая того что вы просите абсолютно другого понятное дело что я снимаю еще и для себя чтобы мне нравилось то что я снимал для вас мне не нравилось и самому сейчас то что я делаю мне нравится больше потому что я вижу конкретику я вижу то что я монтирую и мне все нравится понятное дело что есть чему стремиться и но то что мы имеем сейчас мне нравится больше нежели то что было раньше поэтому работаем развиваемся теперь я знаю что я снимаю у меня нет такого что как раньше я просыпаюсь и думаю так что нужно сегодня сделать, чтобы заснять контент теперь я знаю четко суббота, секонд-хенды там другие дни секонд-хенды, поснимал обзор, личную жизнь пожалуйста, как бы теперь я знаю кто я, что я и что нужно нам делать с тобой, понятное дело, что порой как бы видосы еще по вам не заходят это странно, потому что какие-то видосы залетают, какие-то нет с чем это связано, я опять же не знаю, но это оставим на попечение богов и то, что у них какой-то сегодня вышел не день там алгоритмы в ютубе сбились или еще что-то, в общем, не важно может я просто какашку сделал это не суть, в общем, я делаю просто и делаю, и меня не остановить я как он так и ехал дальше сами учебы, я закончил учебу, и теперь я стал чуточку свободнее благодаря чему я теперь конкретно уделяю время нашей с тобой работе если ты заметил, в наших группах ВК, Телеграме, я стал писать более грамотные посты больше говорить, больше показывать и радовать тебя контентом я надеюсь, что я это делаю по-настоящему и тебе это нравится, ты это оцениваешь по достоинству потому что мне нравится с тобой делиться своей жизнью, мыслями, вещами и не только продавать их а даже банально о них разговаривать это классно, это круто разговаривать и в принципе для себя что-то новое принимать понимать и изучать это классно, поэтому всем, кто уделяет времени мне группе, Телеграме, вообще всему просто даже банально комментариям огромный респект пацаны, вы вкладываете очень много сил для того, чтобы развивать наш проект двигаться и помогать просто мне в первую очередь не закиснуть спасибо вам большое третье, собственно, я понял все-таки как надо работать понятное дело, что порой у меня бывают проседы я там вовремя не укладываю видео или с постами опаздываю кому-то из вас не отвечаю я стремлюсь становиться лучше с головой своей бороться и решать все эти проблемы потому что это, пацаны, не круто но это, так сказать, останется на моей душе над всем этим я буду работать поэтому огромное спасибо тебе за просмотр, желаю хорошего этого окончания года и отличного начала следующего береги себя, береги своих родных и близких только вперед и ни шагу назад не скучайте